итак трекер китайского производства gt06 так выглядит как такой вот коробке пришел интересная комплектность значит что нужно сделать прежде всего всего нужно поставить sim-карту вот покупаете sim-карту такого оператора который бы более-менее работал везде они в каких-то определенных участках брал или не брал sim-карту вставляете вот в этот пазик закрываете если вы видите такую точку белая это выключатель его нужно вот в правое крайнее положение включить как сейчас он включен то есть каким-то спичкой или карандашиком острием передвигать ее вправо это уже будет включенный трекер уже будет готов к работе осталось только подключить значит что я решил сделать я решил не подключать его к сигнализации штатной потому что электроники когда много это тоже не есть наверное правильно потому что могут быть сбои если будете ехать на дальнее расстояние вот и вас откажут или сигнализация ли трекер то конечно это может быть головняк поэтому я решил трекер отдельно подключить ведь принципе что мы хотим добиться трекер мы хотим знать где находится автомобиль в любое время в любой момент этого желания значит этого достаточно вполне не стоит сказать искушать судьбу и включать его еще к сигнализации вот потому что опять же повторюсь что могут быть различные случаи меня знакомы так поставил трекер потом трекер у него почему-то программа слетела он потом не мог завести машину одним словом навозился поэтому я решил трекер подключить просто отдельно значит что входит в комплект микрофон датчик на движение на удар значит вот этот вот это гнездо для подключения сигнализации или алярма я воду сразу отсоединил значит вот эта часть идет через предохранитель на реле я его тоже не ставил вот я значит просто подключу сейчас в красный провод это минус это плюс то есть а черный это минус вот после предохранителя я воспользуюсь этими проводами просто протяну к месту нахождения трекера плюс и минус и трекер у меня будет работать постоянно то есть не надо будет ожидать там зарядку батареи и так далее он будет работать у меня нон-стоп так как я решил будет удобнее чем когда сядет батарейка вы будете там посылать ему сигналы и он не будет отвечать ну туда тоже нету смысла в этом никакого значит как подключить ну сим-карту вы когда купите то конечно же возьмите сразу же номер сим-карты введите телефонную книгу вашего телефона вот обозначить как-то там трекер сигнализация как-то так вот затем подключите трекер к сети я показал вот это плюс минус этого достаточно трекера же будет работать здесь вот есть три точки они будут светиться разными цветами наш трекер подключен после того как вы подключили трекер вас сим-карта уже находится в трекере горят лампочки вот воспользуйтесь инструкции с друг с очень простая вот берете видно конечно отправляйте смс с надписью begin решетка begin решетка паспорт еще раз решетка отправляйте на номер вот этого трекера после чего он вам ответит следующей команды вот здесь написано begin окей это начало уже положено уже можете работать ну для того чтобы скажем там обезопасить себя вы можете еще раз вот отправить пункт 621 где написано password old это значит пишите значит следующее password решетка слово password решетка old это старый password new password да то есть вы пишете старый паспорт номер паспорт номер это будет один два три четыре пять шесть вот как здесь написано вот видите вот а здесь где слово new вместо слова не пишите новый скажем то вы думаете какое-то оно должно быть должно состоять из 6 бук из 6 цифр ответе написано этот номер поэтому поменяйте паспорт сразу и ваш трекер собственно я готов к работе вы можете даже попробовать позвонить на него после этих всех манипуляций которые вы сделаете и после звонка он делает два гудка на третьем гудке он сбрасывает и через определенное время там вы получаете ссылку на гугл карты где вы будете увидеть свой автомобиль местонахождение его точнее вот и таким образом будете пользоваться трекером для того чтобы определить местонахождение своего автомобиля в случае если вдруг кому-то удастся его все-таки угнать вы всегда его можете найти благодаря этому трекеру естественно его нужно спрятать когда будете его монтировать не ставьте его где-то какие-то металлические корпуса вот особенно рекомендую не ставить его не под капот не под крышу автомобиля работа но там жутко плохо поэтому самое оптимальное место это ставить его где-то впереди под панелью или у кого допустим хэтчбэк автомобиль сзади так чтобы он полностью находился под искать открытым небом ничего ему не должно мешать особенно крыша стекло это еще автомобиля ладно но металлические предметы это однозначно не должны мешать ему поэтому если хотите чтобы он хорошо работал и и не ставьте опять же где-то вот как мой товарищ поставил возле магнитолы затолкал его там там магнитола стояла она тоже закрывала в итоге он там плохо работал пришлось ему переставлять его поэтому сделать один раз нормально и не будете пользоваться этим замечательным китайским устройством которое будет отлично находить ваш автомобиль показать его вместо расположения координат всего хорошего и и и и и и и Продолжение следует...